Здравствуйте, оператор общественного горячей линии Руслан. Перед началом моей консультации мне необходимо точить у вас 5 вопросов. Руслан Сафин, студент третьего курса Самарского университета. Учится на юриста. Теперь вот решил попробовать себя оператором горячей линии. Это было исключительно добровольное мое решение. Я считаю, что участие в общественной горячей линии помогает не только гражданам, которым, безусловно, оказываем юридическую помощь, но и студентам, которые в процессе могут совершенствовать знания и применять их на практике. На открытие пункта связи с избирателями приехали представители ОБСЕ из Америки и Германии. Стивен Янг и Мария Херкенхоф в Самаре будут следить за выборами президента. На каждом избирательном участке будет по 4 наблюдателя. Всего задействовано 3,5 тысячи человек. По мнению председателя региональной общественной палаты, такая форма работы, как горячая линия, является востребованной. Она помогает не только выявлять, но и предупреждать нарушение выборного законодательства. Это, в общем, седьмая, будем говорить, уже горячая линия. Мы накопили определенный опыт. Он положительный. Об этом свидетельствует большой интерес людей. Люди звонят. Конечно, люди говорят о своих насущных проблемах, как правило. Иногда говорят о нарушениях, с их точки зрения, которые происходят при выборах. Я думаю, что именно действие вот таких вот общественных горячих линий, оно позволит нам выявить еще какие-то особенности про проведение избирательных кампаний, которые нам необходимо будет реализовать в дальнейшем и на законодательном уровне. Задать свои вопросы оператору можно по телефону, указанному на экране. Звонки будут приниматься ежедневно с 10 утра до 5 вечера. 17 и 18 марта горячая линия будет работать круглосуточно. Артем Устинов, Данил Лучко, Артем Сулайманов. События.